В завершении летнего туристического сезона курорты и республики продолжают принимать гостей из разных уголков страны. В Домбай, Тиберде и Архызе уже побывали сотни тысяч любителей активного отдыха, но их могло бы быть и больше. Что же делается в республике для увеличения числа туристов и каковы предварительные итоги нынешнего сезона в материале Шерифат Лепшоковой. На сегодняшний день горнолыжный сезон мы закончили с прибавкой в полтора процента, что на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Всего же по итогам этого года ожидаем более миллиона ста тысяч туристов, говорит министр туризма, курортов и молодежной политики Анзор Иркенов. И тут же добавляет, это хорошие показатели, если учитывать, что численность населения 479 тысяч, то на одного жителя республики приходится более чем два туриста. У нас все курорты востребованы, и Домбай, и Тиберда, особенно в летний период, как бальнеологический курорт. И курорты гастрономического туризма, такие как Медовые водопады. На каких условиях и выгодно ли работать предпринимателям на территории особой экономической зоны ВТРК Архыз? Конечно, выгодно. Особая экономическая зона предусматривает собой освобождение от уплаты налогов регионального и местного значения до 49-го года. Их владельцам придется либо улучшить сервис в своих отелях до необходимого уровня, либо они попросту не пройдут классификацию, говорит Анзор Иркенов. С появлением нового курорта должны были появиться и новые рабочие места для населения нашей республики. Но, по мнению местных жителей, трудоустроиться в Архызе довольно непросто. С этим не согласен министр туризма, курортов и молодежной политики. Мы системно мониторим эту информацию по количеству трудоустроенных и с числа местного населения. Этот вопрос стоит на самом высоком уровне на контроле. И, поверьте мне, взять любое предприятие, которое сегодня находится, расположено на территории Батырка Архыз, подавляющее большинство, это можно даже в цифрах назвать, более 90% работников – это жители Карачаева и Черкесской республики. Если Архыз только развивается, то Дамбай уже не одно десятилетие принимает туристов со всей страны и из-за рубежа. Ежегодно здесь проходят различные фестивали и конкурсы. Для привлечения большего числа отдыхающих количество событий иных мероприятий будет увеличено. По поручению руководителя республики разработана концепция развития поселка. Она находится на стадии согласования. Понятно, что потенциал Дамбая еще не раскрыт. У нас имеются и перспективные склоны для развития и горнолыжных трасс, и расширение пунктов размещения туристов и пунктов питания. Дамбай, по версии Travel.ru, третий год подряд становится лучшим горнолыжным курортом страны. И пока еще многим курортам далеко до него. Вопросы развития туризма в республике волнуют и молодежь. Так, подавляющее большинство проектов участников форума «Машук» нацелены на развитие туристического потенциала. По итогам прошлогоднего форума уже реализован проект по созданию туристского информационного центра. На сегодняшний день Карачаево-Черкесия – один из первых регионов в стране, где создан такой центр с полноценной базой данных о местах туристической привлекательности нашего региона. Инициаторы проекта намерены расширить базу данных, тем самым увеличив количество предоставляемых услуг.